Член общественной палаты Ленинского городского округа Сабина Забирова в этом году впервые решила установить дома живую елку. Говорит, именно натуральное дерево создает настроение праздника. Раньше этого не делала, потому что выбрасывать живое растение всегда было жалко. Теперь такой проблемы нет. Четвертый год подряд в Московской области реализуется акция, которая позволяет подарить елке вторую жизнь. Замечательно, конечно, что у нас в Ленинском городском округе появился пункт, куда мы можем централизованно, культурно утилизировать старые елки, не портив внешний вид, облик города. Московская областная акция «Подари вторую жизнь своей елке» – это шанс помочь природе и животным. Еловые ветки используют на животноводческих фермах, изготавливают корма, богатые витаминами, а стволы перерабатывают в щепу, которую применяют в качестве компоста и почвогрунта для высадки новых елей. В Ленинском городском округе таких пунктов сбора деревьев – 10. Члены общественной палаты муниципалитета решили выйти в рейд, чтобы проверить, насколько площадки соответствуют нормам, установленным регионам. Видим, что в купельниках, допустим, все хорошо, висит плакат информационный, стоят два контейнера, то есть микрорайон большой, соответственно, нужно больше контейнеров. Но сегодня, проверив, мы видим, что реально соблюдает все нормы, ставят не возле домов, где-то выкидывают, а в контейнера. Очень хорошая инициатива, я ее полностью поддерживаю. Мне кажется, это очень хороший шаг в будущее, в чистоту. И совсем другая ситуация на Ольховой-6. Здесь из пункта по приему елок сделали просто настоящую помойку. Как видно, лежит весь КГМ, который уже не вывозили недели две, наверное, в перемешку с елками. Но ситуация, конечно, недопустимая, и нужно ее в скором времени исправлять. С терротелом мы связались уже в режиме онлайн. Если необходимо будет, от общественной палаты напишем письмо на имя главы. С полным перечнем адресов пунктов сбора елок можно ознакомиться в официальных аккаунтах администрации Ленинского округа. Площадки проработают до 15 февраля. Юлия Погасен, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно этого.